Отбитый абордаж Нет, серьезно, Боб. Я уверен, что родился слишком поздно. В 20 веке для меня нет места. Будь у меня выбор, ты бы родился в 16-м, со смехом перебил я, во времена Дрейка, Хоукинса, Оролея и прочих королей моря. Ты прав, подтвердил Поль. Он лежал на корме и с глубоким вздохом неудовольствия перевернулся на спину. Перевалило заполночь. Мы плыли по ветру по нижнему заливу Сан-Франциско к заливу Фарм-Айленд. Поль, Ферфакс и я ходили в одну и ту же школу, жили по соседству и были закадыками. Мы копили деньги, кое-что прирабатывали и оба отказались в день рождения от велосипеда. Таким образом нам удалось собрать деньги на покупку тумана. Большой, 28-футовой, одномачтовой яхты с крохотным марселем и каютой. Отец Поля имел яхту и занялся нашим делом. Он подыскивал и осматривал подходящее судно, вонзал свой перочинный нож в дерево мачт и старательно исследовал обшивку. На его ташхуне, каприз, мы, Поль и я познакомились с управлением парусами. А теперь, когда туман стал нашей собственностью, мы всеми силами старались пополнить наши сведения о мореплавании. Туман, благодаря своей ширине, был удобной и вместительной яхтой. В каюте человек мог стоять во весь рост. В нашем распоряжении была плита, кухонные принадлежности и койки. И мы могли уйти в плавание на целую неделю. Мы только что пустились в первое плавание. И потому плыли даже ночью. К вечеру мы оставили Окленд и находились теперь в устье реки Аламеда. Это была широкая соленая лагуна, соединяющаяся с заливом Сан-Леандро. «Эх, в те дни люди жили по-настоящему», — сказал Поль так неожиданно, что перебил течение моих мыслей. «Да-да», — протянул я, соглашаясь, и начал насвистывать капитана Кида. «У меня свой взгляд на вещи», — продолжал Поль. «Все говорят о романтике, приключениях и тому подобных вещах». «А я тебе скажу, что романтика и приключения давно умерли. Мы слишком цивилизованы. В XX веке не бывает приключений. Мы ходим в цирк, но...» — попытался я перебить. «Но он не захотел меня выслушать». «Ты слушай, Боб», — сказал он. «За все время, что мы с тобой провели вместе, какие у нас бывали приключения?» «Правда, один раз мы ушли в холмы и вернулись поздно ночью. Мы были веселы и здорово хотели есть. Но ведь мы даже не заблудились. Мы все время знали, где находимся. Это была просто прогулка. Я хочу сказать, что нам никогда не приходилось бороться за свою жизнь. Понял? В нас никогда не стреляли. Ни из револьвера, ни из пушки. Сабли не сверкали над нашими головами. И вообще ничего не было». «Ты бы лучше убрал 3-4 фута грота Шкота», — неожиданно бросил он таким безнадежным тоном, словно это не имело никакого значения. «Ветер все время меняется». «Да». «В старину море всегда было ареной славных приключений», — продолжал он. Мальчик кончал школу и становился мичманом. А через несколько недель уже гонялся за испанскими галерами или сцеплялся ноками с французским капером, или делал еще тысячу разных вещей. Примечания. Нок. Оконечность всякого горизонтального рангоутого дерева. Рея, бушприта и так далее. Конец примечания. «Ну что ж, и теперь бывают приключения», — возразил я. «Но Поль как будто и не слыхал сказанного мною. Он снова заговорил. «А теперь мы переходим из школы в колледж, а из колледжа — университет. Потом поступаем в контору или делаемся докторами или еще кем-нибудь. А о приключениях знаем только из книг. И я уверен, сваляясь на нас какое-нибудь настоящее приключение, мы бы не знали, что предпринять. Это так же верно, как то, что я сижу здесь на корме одномачтовой яхты «Туман». А как, по-твоему?» «Да я не знаю», — уклончиво ответил я. «Но ведь ты бы не струсил, а?» — спросил он. «Я был уверен, что не струшу, и так ему и сказал». «Но ведь можно трусом и не быть, и все-таки потерять голову, верно?» «Я согласился. Конечно, и храбрецы могут волноваться». «В таком случае», — заключил Поль с ноткой сожаления в голосе, «мы рискуем испортить все приключения, а это стыдно. Вот все, что я могу сказать по этому поводу». «Да ведь никакого приключения еще нет», — сказал я, не желая спорить с ним из-за пустяков. «Дело в том, что у Поля были какие-то странности. А я знал его очень хорошо. Он много читал, у него было пылкое воображение, и иногда на него нападало такое настроение. Поэтому я сказал, «Никакого приключения пока нет, и не стоит беспокоиться, что мы его испортим. Кто знает, может, все обернулось бы великолепно». Поль несколько минут молчал, и я подумал, что он рассердился. Но вдруг он снова заговорил. «Ты только представь себе, Боб Келлок, вот мы плывем, и вдруг на нас нападает вооруженное судно. Как бы ты справился, а? Ты бы оказался на высоте положения, как ты думаешь?» «А что бы ты сделал?» – схитрил я. «Не забудь, что у нас на борту нет ни одного ружья». «Так ты бы сдался?» – с досадой спросил он. «Но допустим, что они хотели бы тебя убить». «Я не говорю, что я бы сдался», – холодно ответил я, начиная уже сердиться. «Я спрашиваю, как бы ты поступил, не имея под рукой никакого оружия?» «Я бы что-нибудь придумал», – ответил он. Ответ меня не удовлетворил, и я захохотал. «И значит, приключение обошлось бы благополучно, правда?» «Ну так ты вздорго родил». Поль зажег спичку, посмотрел на часы и заметил, что уже около часа. Так он всегда поступал, если дело поворачивалось не в его пользу. Кроме того, мы еще никогда не были так близки к ссоре, хотя в ранние годы нашей дружбы не раз спорили и дрались. Я только что заметил маленький белый огонек впереди, когда Поль снова заговорил. «Судно на якоре», – сказал он. «Странное место они выбрали для стоянки. Должно быть, это плоскодонная шхуна. Лучше ты обойди ее, да подальше». Я повернул руль на несколько румбов. Ветер надувал паруса, и мы быстро неслись вперед, обогнув фонари шхуны на таком большом расстоянии, что даже не могли хорошенько ее разглядеть. Вдруг туман незаметно замедлил ход, словно врезался в ил. Мы были оба поражены. Ветер дул сильнее, чем когда-либо, а мы едва продвигались вперед. Неужели иллистая мель? Никогда не слыхивал об этом. Воскрикнул Поль, недоверчиво фыркнув, и, схватив весло, опустил его за борт. Оно опускалось свободно, пока вода не смочила руки Поля. Дна не было. Тут мы оба были как громом поражены. Ветер свистел, а туман продвигался со скоростью улитки. Что-то мертвое чувствовалось в нем, и я, стоя у Румпеля, мог только удерживать его от поворота по ветру. Слушай. Я положил руку на плечо Поля. До нас донесся скрип уключенный. И мы увидели совсем близко от нас маленький белый огонек, прыгающий на волнах. Ну вот тебе твоя вооруженная лодка, в шутку шепнул я. Размести свою команду на корме и готовься отразить абордаж. Мы оба расхохотались и продолжали еще смеяться, когда из темноты поднялся дикий угрожающий крик. Приближавшаяся лодка скользнула к нашей корме. При свете фонаря, к ней прикрепленного, мы могли отчетливо разглядеть двух мужчин. Они выглядели иностранцами. Солнце покрыло бронзовым загаром их лица. На головах у них по морскому обычаю красовались вязаные колпаки. Талии были охвачены яркими шерстяными шарфами, а ноги обуты в высокие морские сапоги. До сих пор помню, как холодная дрожь пробежала у меня по спине, когда я заметил в ушах одного золотые сережки. Мужчины походили на пиратов, сорвавшихся со страниц романа. А в довершении сходства их лица были искажены гневом. И каждый размахивал длинным ножом. Оба что-то пронзительно выкрикивали, но мы не понимали незнакомого жаргона. Один из них, поменьше ростом и, пожалуй, более злобный на вид, схватился руками за поручни тумана и стал карабкаться на борт. Поль, быстрый как стрела, приложил к его груди конец весла и отпихнул назад в лодку. Он упал, навзничь, но скоро оправился и вскочил. Размахивая ножом, он крикнул, «Ты порвал мою сеть, ты порвал мою сеть». И он продолжал говорить что-то на своем жаргоне. Его товарищ присоединился к нему и оба готовились повторить попытку влезть на борт туманом. Я начал уяснять себе положение и крикнул, «Это итальянские рыбаки, мы наскочили на их сети. Они попали под киля и опутали руль. Теперь они нас держат как якорь». «Да, эти парни похожи на разбойников», сказал Поль, наступая на них с веслом, чтобы удержать их на расстоянии. «Слушайте, ребята», крикнул он им, «оставьте нас в покое, мы все уладим. Мы не знали, что тут в вашей сети, мы это сделали нечаянно, понимаете?» «Вы ничего не потеряете», прибавил я, «Мы возместим все убытки». Но они не понимали или не хотели нас понять. «Ты порвал мою сеть, ты порвал мою сеть», яростно жестикулируя, крикнул тот, кто был с сережками и поменьше ростом. На этот раз, когда Поль отпихнул его назад, он схватил весло руками, а его товарищ скачал на борт. Я прислонился спиной к румпелю и не успел он установить равновесие, как я встретил его другим веслом, и он тяжело упал назад в лодку. Положение становилось серьезным, а когда он скачил и поймал мое весло, и я обнаружил его силу, признаюсь, я здорово испугался. Но хотя он был сильнее меня, он, ухватившись за весло, не стащил меня за борт, а только ближе подтянул лодку. Я налег на весло и снова оттолкнул ее. Кроме того, он все еще держал в правой руке нож, который стеснял его движение и мешал ему пустить в ход всю свою силу. Поль и его противник находились в таком же положении. Это было нечто вроде мертвой схватки. Она тянулась уже несколько секунд и не могла продолжаться долго. Несколько раз я кричал, что мы заплатим за все повреждения, какие причинили их сетям. Но, казалось, мои слова не производили ни малейшего впечатления. Затем мой противник подсунул весло под мышку и стал медленно подтягиваться вверх. Маленький проделывал то же с полем. С каждой секундой они придвигались все ближе и ближе и мы поняли, что развеска является только вопросом времени. «По ветру, Боб!» тихонько крикнул мне Поль. Я быстро оглянулся на него и мельком увидел очень бледное лицо и плотно сжатые губы. «О, Боб!» взмолился он. «Руль по ветру, руль по ветру, Боб!» И тут я понял. Все еще держась за конец весла, я прислонился спиной к румпелю и налег всем телом, чтобы повернуть его. Все это время туман стоял почти неподвижно против ветра. А этот маневр должен был перенести грот с одного борта на другой. Я чутьем мог определить, когда ветер надул паруса и рей наклинился. Тем временем противник поля поднялся на маленькую палубу, а его товарищ карабкался вслед за ним. «Осторожно!» крикнул я полю. «Идет!» Мы оба бросили весла и отступили в кубрик. Через секунду большой рей и тяжелые блоки пронеслись над нашими головами, а затем взвился грот-шкот, как огромная свернувшаяся кольцами змея. Туман с треском накренился. Мужчины отскочили в сторону, но каким-то образом один из них пониже ростом стиснул рукой нож, либо наткнулся на него. Когда мы увидели его, он стоял в лодке, крепко зажав между колен окровавленные пальцы. Лицо его было искажено болью и беспомощным бешенством. «Теперь победа за нами!» шепнул Поль. «За борт!» Мы оба спустились в воду по обе стороны руля и начали отбрасывать ногами сети, пока наконец они не соскочили. Тогда мы поднялись на борт. Поль стал у грота шкота, а я у румпеля. Туман свободно несся вперед и маленький белый огонек за кормой становился все меньше и меньше. «Ну, как ты себя чувствуешь после нашего приключения? Лучше?» «Помнится, спросил я, когда мы переоделись в сухое платье и сидели в уютном кубрике. Ну, если меня не будут преследовать по ночам кошмары по крайней мере неделю?» Тут Поль приостановился и серьезно сдвинул брови. Но только потому, что я не смогу заснуть. В этом я уверен.